16-летнему Фариду трудно вписаться в жизнь общества. Он не умеет говорить, ему комфортно наедине с собой. Мальчика ограничивает страшный диагноз – аутизм. Другие дети его не принимают. Самое сложное – научиться самому заботиться о своих потребностях и говорить о нуждах, хотя бы тактильно. Младший брат Фарида Джамбулат разговаривает, но плохо. Дефицит внимания, гиперактивность – это тоже про него. Аутизм не излечить, но облегчить жизнь можно. Сложности людей, которые нас не понимают. Они считают, что больные дети – это как собаки. Сдай ее, откажись от него. Невозможно отказаться от своего родного ребенка, какой бы он ни был. Это твой родной ребенок, и ты будешь за него бороться и ползти до последнего, до конца. Егор родился здоровый, открытый миру. Сейчас ему 9. Но три года назад ему поставили неизлечимый диагноз – санциневральную тугоухость, то есть проблемы со слухом. Он учится вместе со здоровыми детьми в общеобразовательной школе. Активный, общительный, но со слуховым аппаратом. А ведь больше всего мальчик любит петь. Детишки, конечно, разные, но у нас много. Изначально мы общались в простом кругу, да, детей. Все хорошо к нему относятся. Кто-то подразнит немножко, но мы на это внимания не обращаем. Социализировать в обществе таких детей мамы решили, объединившись. Взаимодействие и помощь в разных вопросах они оказывают друг другу постоянно. Теперь собрались вместе и на открытии фотовыставки особый взгляд. Лица детей на снимках – радостные и настороженные, веселые и внимательные. Но главное – рядом люди, которые о них заботятся. На выставку пришли не только герои с фотографий, но и все желающие. Детям организовали настоящий праздник – сладкий стол, игры с аниматорами «Аквагрин». Подарок сделала и Московская областная государственная детская библиотека. Детям показали театрализованное представление по произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Вы знаете, я здесь на выставке среди своих друзей. И мне приятно, что приходят еще другие люди посмотреть на нас. Что мы не такие страшные действительно. Мы также хотим быть среди людей, чтобы люди нас принимали. С помощью фотоаппарата автор снимков Анастасия Охотникова рассказала об этих детях всем. Она старалась не только их запечатлеть, но и показать окружающий мир. Ведь зачастую весь этот мир – лишь любящая семья. Такие родители особых детей, они по-другому относятся к детям. Они ценят каждый миг, каждую жизнь, все, что им довелось. И они любят детей такими, какими есть. Общий эмоциональный подъем почувствовали и мамы. Некоторые из них долгое время вместе со своими детьми находились в изоляции, не переступая порога дома. Фото-выставка «Особый взгляд» – это не только лица детей, но и взгляд со стороны. Прохожих, знакомых, а зачастую даже и своих собственных родителей. Наверное, в семьях привыкают, что ребенок всегда больной, всегда, может быть, не в лучшем виде выглядит. А здесь все красивые, все улыбаются, все с такой любовью снимались. Мне кажется, это просто приятно самим мамам и в окружающем посмотреть на себя со стороны. Снежана призналась, что столкнулась с этим на собственном опыте и теперь помогает другим. Выставку может посетить любой желающий до 13 ноября. Я чувствую, что это все, что мы делаем, это нам нужно обязательно, потому что, наверное, когда мы все вместе, нам легче. И когда такие же рядом, у нас какой-то дух, что ли, поднимается и силы появляются. Родители теперь уверены, диагноз – это еще не приговор. Марина Познякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова